Сегодня у нас роман «Цао с красным тереми», один из четырёх великих тайских романов. Я буду немножко подглядывать, если хотите, пожалуйста, я радуюсь. Автором романа считается Цао Ся Чинь, и написан был в середине 18 века. У меня есть немножко фотографии, чтобы вам веселее было, чтобы вы не засули. Вот, собственно, так выглядит Цао Ся Чинь. Это Викини его память. Сам роман «Цао с красным тереми» отличается своей глубиной, психологизмом и всегда привлекал внимание критиков и читателей. Сначала он ходил по рукам в виде списка, потом, в конце 18 века, был изнан в печатном виде. Ну, сначала с сюжетом познакомлю вас. Это вот описательный роман, в котором рассказывается о большом атистократическом доме фамилии Дя. В нем он объединяет две семьи, Жунго и Нинго. Самая многочисленная семья Жунго, они проживают в столице и занимают своими дворцами практически всю улицу. Оба дворца соединяются между собой огромным садом. Называется он «Сад роскошных зрелищ». Этот сад был построен практически в начале романа в честь визита их старшей дочери. Что особенного было в этом визите? Эта старшая дочь была выдана замуж за императора. Поэтому, собственно, аристократический дом этот был связан родственными узами с императором. Впоследствии этот роскошный сад был отдан молодежи. Она там жила, веселилась и так далее. Помимо самих хозяев дома, среди героев этого романа вообще насчитывается около 500. Помимо самих вот этих богачей есть и слуги, и актеры, и приживало, в общем, много. Много из разных сословий людей. В романе отсутствует авантюрное начало, то есть все действие представляет собой описание быта, обмечание праздников, развлечений, развлечения хозяев дома. Изображена в нем классическая конфуцианская семья. Что значит традиционная семья? Это значит, что несколько поколений живет под одной крышей. В данном случае четыре поколения. И во главе семьи стоит, извините за тавтологию, глава дома. Обычно это старший мужчина, либо, как в случае, описано в романе, вдова старшего мужчины дома. Ее называют матушка Дя или старая госпожа. И глава дома представляет собой и непривлекаемый авторитет, за которым всегда остается последнее слово в решении всех важных вопросов. Ну, в романе описана, можно сказать, гармония между всеми членами семьи, но она на самом деле внешняя. И гармония, и процветание. Потому что огромная семья постепенно приходит в упадок, как в материальном, так и в моральном отношении. И теряет расположение императора, в конце концов, разоряется. В чем причины разорения семьи? Ну, автор, Сао Шо Синь, указывает на них устами одного из старых слуг дома. Когда он, этот дедуля, напился, он начал возмущаться, что разворовали страну. Он обвиняет недостойных наследников в том, что они не смогли сберечь накопленное предками. Надо отметить, что в романе изображен целый класс. И в эту эпоху, о которой идет речь, титулы и привилегии все передавались по наследству. То есть от главы дома переходили к сыну, потом к внуку и так далее. Ну, и знатный род Тя, соответственно, возбукотел благодаря заслугам перед императором. И наследники пользовались этими благами. Им жилось хорошо, вольготно, и не было необходимости производить новые блага. Соответственно, они не задумывались о том, что когда-нибудь они закончатся. У этой вот старой госпожи Тя было два сына. Да, и тот, что младший, более толковый, надо сказать, Тя Джен его зовут. И у него был сын по имени Тя Бао Юи. Это, собственно, главный герой романа. Я вам его сейчас покажу. Он такой красивый юноша. Это юноша, да, это не девушка. И нужно начать с того, что он родился с кусочком яшмы во рту. Это кусочек яшмы. Впоследствии он носил на шее, на шнурочке, как оберег свой. И к этому кусочку яшмы очень с большим трепетом относилась вся семья и боялась его потерять. И этот персонаж выделяется на протяжении всего романа своим необычным мировоззрением, странным поведением и постоянно навлекает на себя гнев родителей, в частности отца. Отец у него очень строгий. Но мальчик все-таки избалованный, потому что мама с бабушкой за него все время заступаются. Бао Юи проводит все свое время на женской половине. Ну, наверное, вам известно, что в определенном возрасте мальчикам и девочкам уже в традиционном Китае не разрешали играть вместе. Ну, на него этот запрет не распространялся. То есть они вместе играют, болтают, сочиняют стихи, бегают в саду. Бао Юи очень интересный персонаж тем, что он благотворит женский пол не как повеса, а то есть он считает их высшими существами, достойными обожания. У Бао Юи очень много твою родных сестер. И вот с кем он, собственно, дружит и играет. И он их тоже благотворит, обожает. Учиться он не любит, делает это из-под палки отца. Он его очень боится. Но автор подчеркивает, что причина нежелания учиться не в том, что Бао Юи ленится, или у него нет природных способностей, а в том, что он внутренне убежден в ненужности этого занятия. Как происходило обучение в традиционном Китае. Зазубривались книги классиков. Потом по ним писали сочинения, и вот все это уже чиновник. Ну, Бао Юи не видел смысла в этом занятии, но это не мешало ему абсолютно быть начитанным и одаренным. Он демонстрирует свою одаренность в сценах, где происходят поэтические соревнования. То есть со своими сестрами вместе он сочиняет стихи, а потом они сравнивают, у кого лучше. Такие вот соревнования были. Как единственному сыну в семье, Бао Юи готовна миссия стать в будущем главой семьи, получить чиновничью должность, прославить свой род. Ну, у Бао Юи немножко другие планы, точнее планов-то у него и нету. Просто его не устраивают те традиционные взгляды на жизнь, которые ему пытаются навязать. И в конце концов он уходит из дома, становится монахом. И поступок этот, можно сказать, проявление внутренней неудовлетворенности героев жизнью и окружающим миром. Ну, еще важный момент. В романе присутствует любовная линия, то есть все не так скучно. Вкратце она выглядит так. Ну, у Бао Юи, Бао Юи ближе всего, то есть теснее всего, с ним связаны с судьбами три сестры. Ближе всего ему сестра Линда Юи, двоюродная. Вот такая девушка, вот та, которая справа девушка, это Линда Юи. А слева Бао Юи. Они при первой же встрече, у них такое ощущение, что они раньше друг друга видели и давно знакомы. Далее автор показывает, что между ними зарождаются чувства. Ну, про Ада Юи немножко расскажу. Она умна, образованная, очень талантлива. То есть стихи обычно сочиняет лучше всех она. Еще помогает Бао Ююю. Но она очень слаба здоровьем. И это одна из причин, почему ее не выбрали в качестве невесты для Бао Юи родные. Она, к тому же, очень мнительна. И ей кажется все время, что он на нее смотрит свысока, что ее обижают. И в связи с этим она любитель поплакать. То есть мы эту героиню часто застаем в слезах. Запомните этот момент, он нам еще пригодится. И еще она проявляет иногда строптивость и язвительность. Ну, эти проявления можно назвать защитной реакцией на окружающий мир, который, как она думает, к ней враждебен. Вторая сестра Бао Чай. Ее зовут такая вот красивая девушка. Вот ее как раз выбирают в качестве... Все увидели, да? Выбирают в качестве невесты для Бао Юи. Почему? Она вызывает у всех симпатию, эта девушка. Потому что она мудра и рассудительна. И житейская мудрость в ней сочетается с душевной чуткостью. Вот так скажем. И проявление сильных чувств... Вот все исследователи обращают внимание, что проявление сильных чувств у нее не наблюдается. А в конфуцианской традиции, то есть конфуцианский идеал как раз-таки скрывает свои чувства. Поэтому еще раз она вызывает у всех симпатию. Что происходит в романе? Однажды Бао Юи заболевает, он теряет свою яшму. И вскоре после этого теряет разум. И вот в таком беспамятном состоянии его женят на Бао Чай. То есть обманом его женят на другой девушке, а не на той, которую он любит. Узнав об этом, Линьда Юи умирает от горя. Вот такая судьба. И про еще одну девушку я вам расскажу тоже. Она тесно связана с Бао Юи. Это его... Еще она назвала... Бао Юи сестра Ши Сиан Юи. Вот такая... Очень милая девушка, кстати. Мне очень нравится эта героиня. Она... Очень интересный момент. Она... Вообще у нее такая судьба. Она выходит замуж за... В принципе хорошего человека. И она счастлива. Но он умирает. И она рано остается вдовой. Потом ее дом разоряется. Она идет нищенствовать. Но в одной из глав рассказано... Вот она отмечала день рождения. На отмечалась. И прилегла в саду отдохнуть. У нее... Были две фигурки... Селиня. Ну знаете... Такой китайский единорог, что ли. Так его можно описать. Золотой Телинь. Один из них у нее... Падает на землю. Бао Юи вот это... В это время проходит мимо. Подбирает его. И... То есть получается... Одна из фигурок остается у него. А другая у нее. Это традиционный символ... Ну... Парных предметов. Он намекает на обрачный союз. То есть... Вряд ли случайно то, что Бао Юи находит эту статуэтку. И в окончательном... И... Возможно... Вот эти вот все... Вся вот эта развязка любовной линии... Она происходит в последних сорока главах. Авторство которых еще не доказано. То есть возможно их написал не... Вот этот милый дяденька, саущее течение. Возможно написал другой человек. Поэтому возможно... Эта развязка не соответствует замыслу автора. И некоторые исследователи... Ну... Дают другую трактовку. То, что Сян Ёнь в итоге... Должна все-таки стать женой Бао Юи. Ну... В романе очень много персонажей. Вот я вам про основных рассказала. Так. У романа имеется несколько названий. Самые распространенные... Это... Записки о камне. И... Сон в красном тереме. Ну... Все названия... Они глубоко символичны. И отражают... Один... Определенный аспект... Его содержания. Записки о камне. Почему? Наверное вы догадались. Потому что Бао Юи рождается с камнем. С яшмой во рту. И... И к тому же сам он считается перерождением камня. Который остался после починки неба богини Нью-Ива. Мы знаем такую легенду. Про Нью-Ива. В древности была такая богиня Нью-Ива. Она... Ей понадобилось золотать небо. Потому что в нем были дыры. Она набрала камней, переплавила и золотало небо. Но после переплавки один из камней остался никому не нужным. И собственно это вот этот вот камень, который переродился в Бао Юи. Вот такая легенда. Второе. Сон в красном тереме. Второе название. В буддийской философии вообще сон обозначает земную жизнь человека. И в еще одной трактовке это образ возвышенной любви, который недоступен в обыденной жизни. Слово терем. Подразумевает жилище, обычно в богатом доме. Обитатели его перемежают увеселение и развлечение с интеллектуальными занятиями. И наконец красный. Слово красный может намекать на румяна. Румяна, которыми пользуются женщины. То есть вообще красный подчеркивает, что основные коллизии романа так или иначе связаны с женщинами. А, еще название сон в красном тереме, собственно, встречается и в самом тексте. Это название песни, которую слышит наш главный герой, когда попадает во сне в страну грез. О ней я еще расскажу подробнее. Что интересного представляет из себя роман? Его новизна. Новизна, во-первых, в том, что это первое целиком авторское произведение. До него в основе произведений обычно лежали сюжеты и герои, уже известные, которые кочуют от одного рассказчика к другому. Сон в красном тереме целиком авторское произведение. Но, конечно же, оно творилось не без влияния определенного. Какие это были влияния? Во-первых, до него был роман, тоже подписательный, Дзиньпин Мэй, «Цветы и сливы в золотой вазе». То есть, подписательность вот эта перешла снова в красном тереме. Во-вторых, это пьесы «Западный флигель» и «Пионовая беседка». Оттуда в основном пришли образы Бао Юй и Дай Юй. Чем они отличаются? Тем, что они более глубокие, психологичные. Во-вторых, что интересного? Цао-Сюй и Дай Юй первым объективно изобразил мужчину не как центр всего, не как центр вселенной, а женщину изобразил не как игрушку мужчины, а тоже как самостоятельное мыслящее существо. Он преодолел этот пагубный обычай. Вот интересная цитата у одного исследователя есть. Здесь любовь – это уже не просто взаимное влечение между мужчиной и женщиной, и не моральный долг перед родителями, то есть имеется в виду брак. Любовь – это уже не синоним разврата. И еще интересно изображение чувств между главными героями. Оно довольно-таки реалистично, приближено к современному пониманию. Например, то, что муки ревности, когда Дай Юй начинает каптрисничать, потому что Пао Юй не уделяет ей внимания, общается с другими секторами. И, в общем-то, Цао-Сюй не сочувствует этой любви, но не идеализирует ее. И третий еще момент, интересно, использование стихов. Обычно в традиционной китайской литературе стихи использовались для чего? Они необходимы были для заставок, концовок, вставок и так далее. Здесь стихи, по большей части, представлены как сочиненные главными героями в процессе тех же поэтических соревнований. И используются в основном для характеристики самих героев и в некоторой степени для подсказки их дальнейшей судьбы. В них содержатся предсказания некоторые. И язык, которым написан роман «Солнце в красном тереме», это уже не письменный литературный язык вэнь-янь, который существует только на письме, и который понимает только элита образованная. То есть роман написан на разговорном языке, доступном всем. И по грамматической структуре, и по лексическому составу. Диалоги в романе написаны вообще на пекинском диалекте, который потом ляжет в основу общенационального китайского языка разговорного. Еще замечено специалистами влияние южных диалектов тех мест, откуда происходит автор Сао Шуэйчинь. Но в целом произведение это всегда тщательно исследовалось как образец высокохудожественного литературного стиля. Его по сей день считают эталоном языкового богатства и художественной образности. Про камень вам подробнее расскажу. В романе содержится внешний пласт, это, собственно, писательное изложение жизни семьи. И, во-вторых, глубокий философский подтекст. Повествование романа «Первая голова» открывается аллегорическим прологом, что в нем изложено. Про миф про богиню Нева я вам уже рассказала. Вот камень был опечален, что его не использовали. Ну, а магические свойства после переплатки у него остались. Он мог, например, передвигаться, сжиматься до малых размеров, становиться огромным. Ну, если вы слушали предыдущие лекции, например, про короля обезьян, это каменная обезьяна, рожденная камнем. У нее на голове был обруч, который тоже умел сжиматься и разжиматься. То есть специалисты приводят вот это вот, аналогичный момент. А потом, значит, этот камень отправился скитаться по свету и пришел в страну грез, в дворец феи Дзинхуань. Та сделала его служителем у себя во дворце. И однажды гулял, значит, гулял, обнаружил траву бессмертия под именем «Пурпурная жемчужина». Стал ее поливать, ну, в общем, не дал ей засохнуть. Она была ему за это очень благодарна, за то, что прожила благодаря ему столько лет. Потом она переродилась земной девушкой, но дала себе обет, что... Она была печальна, что не могла вернуть вот эту вот всю живительную влагу ему, этому служителю, и дала обет, что если он переродится в земное какое-то воплощение, она пройдет с ним вот этот весь период грез, то есть весь жизненный путь, и отдаст ему слезы своей жизни. Наверное, вы уже догадались, кто была эта «Пурпурная жемчужина». Наверное, это была Даюль. Да? Так, и большое место в романе занимает образ «Страны грез». Есть ключевой момент в романе, когда Вау Юй засыпает, попадает в «Страну грез». Там он находит комнату, в которой хранятся... 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 книги. В них написаны предсказания для 12-ти головных шпилек. Кто такие 12-ти головных шпилек? Это главные героини романа «Страну красном теле», в том числе «Даньйой», «Страну грез» и остальные девушки. Вот. И, соответственно, эти предсказания многим девушкам не предвещают ничего хорошего. и можно считать, что образ «Страны грез» это не только обитель блаженства, но и она представляет собой предчувствие грядущих опасностей и бед. Так. Ещё интересный момент. Да. Вот этих персонажей романа «Страну красном тереме» очень многие специалисты изучали. Вот одна... один интересный китайский филолог он оставил в 19 веке комментарии к роману. И он выделил любопытный аспект, с точки зрения которого он и анализировал произведение. По его мнению, у человека должны быть четыре качества. Счастье, долголетие, талант и добродетель. И только если человек обладает всеми четырьмя качествами в совокупности, то он обладает подлинным достоинством личности. Так вот, по мнению этого исследователя, всеми четырьмя качествами обладала только, собственно, старая госпожа Дя, с которой вы знакомы уже. А остальным хоть одного качества до них хватало. Так. А, еще интересная особенность романа, если читать в оригинале «Знать язык», это говорящие имена персонажей. То есть, в большинстве случаев имена представляют собой какие-то словосочетания, которые выделяют главную черту, характеризующую того или иного персонажа. персонажа, которому даны эти имена. Но, к сожалению, на русский они на русский они просто транскрипции переводятся, а было бы интересно. В общем. Так. А, один момент интересный. это хронотоп, то есть, время и пространство в романе. Пространство там замкнутое, то есть, все действие происходит в пределах дворцов Жунго и Нинго, а также в пределах вот этого сада роскошных зрелищ. А, время, это вообще очень интересная тема, отдельная. Там, в романе, отсутствует какая-либо датировка. то есть, не указано ни император, при котором происходит это действие, ни вообще даже название династии, а также присутствует временная путаница. То есть, повествование это выстроено линейно, но хронология имеет много неточностей, несоответствий, противоречий даже. Например, в одной главе герою столько-то лет, а в следующей ему, может быть, лет на пять меньше. И вот такие вот нестыковки. Отсутствие точной датировки исследователи объясняют тем, что тем, что тогда была очень строгая цензура, маньчжуры устроили гонения на культуру китайскую, и поэтому нужно было шифроваться, что, типа, это, нет, это я не про вас пишу, и вообще не про ваше время. Вот. И исследователями предпринимаются попытки выстроить хронологию романа, определить возраст персонажей, ну, мне кажется, это довольно безуспешное занятие, потому что существ... ну, они привлекают разные списки издания издания тех времен, ну, и во всех вариантах множество расхождений, очень разные варианты, и определить, какой из них ближе к авторскому очень трудно. А, еще интересный вот подход к пониманию времени у современного писателя One Man. Он видит вообще хронологию не линейной, а, как бы, он представляет ее себе как бесконечную плоскость, и вот на ней разбросаны эпизоды. Внесение путаницы, по его мнению, означает, что автору важны не эпоха, а то, что за пределами временных рамок находится, то есть некие всеобщие универсальные явления. Все интересные моменты имеются в изучении романа «Сон в красном тереме», во-первых, потому что сразу после написания романа авторская рукопись была утеряна. И осталось только множество списков печатных изданий, которые ходили по рукам, продавались на ярмарках, и отличались друг от друга в той или иной степени. Сейчас задача исследователей какая? Выявить рукопись или издание, которое ближе всего к авторскому тексту, к авторскому замыслу. И остро стоит вопрос о поиске самого автографа. Общепринятая редакция романа состоит из 120 глав. При этом последние 40 глав, авторство последних 40 глав остается открытым. роман описался на протяжении десяти лет, и к моменту своей смерти автор не успел закончить окончательную редакцию. Поэтому можно только догадываться, какие из черновиков ближе к его замыслу. и по поводу количества глав романа кстати тоже ведутся дискуссии. Есть вариант что 120 глав, есть вариант 100 глав и 80 глав. Но 80 глав это все-таки незаконченные произведения. А вот еще современный писатель Лю Синь Ву он дописал свое продолжение романа, но он долго изучал произведение само и связанные с ним работы филологов, и пришел к выводу, что вообще роман должен состоять из 108 глав. И написал после 81 главы, начиная свои с 8 глав. версию свою. А еще сейчас пытаются некоторые ученые собрать все известные рукописи, то есть учесть их все и на их основе издать наиболее полное и логично комментированное издание. Тоже интересные попытки, очень полезные. по авторству. Еще момент интересный это степень автобиографичности. Существовала такая тенденция раньше считать роман полностью автобиографическим. И еще было такое направление своей пай. В чем суть его? В том, что все события романа и все герои романа имели свой реальный прототип. Ну, например, Яшма, которая у Бао Юи была, это ее прототип императорской печати. Такая интересная аналогия. Но, все-таки, это не совсем правомерно. Такие попытки учеными многими критиковались, потому, что все-таки не все моменты в жизни автора Цао Сиатиня совпадают с биографией героя главного. Ну, а еще интересную попытку предприняла писательница Джана Эдин, тоже современная. Она по поводу вот этих сорока глав и их авторства. если считать, что автором был некто Гао Э, при помощи которого было издано первое печатное издание, она исследовала его биографию подробно, его, в том числе, отношения с женщинами, и попыталась найти в его биографии источники того продолжения сорокоглавого, которое Гао Э написал. Тоже интересное исследование. И поговорим о том, какую роль сейчас играет сон в Красном Тереме в, ну, в современной культуре, вообще в современной жизни Китая. После культурной революции, а именно в 1980 году, был создан институт по изучению сна в Красном Тереме, то есть целый институт, представляете, занимается изучением этого романа. там действительно есть что изучать. Он вошел в систему Академии общественных наук Китая. И чем, чем же он занимается? Во-первых, организационной деятельностью. Если, например, где-нибудь в Китае открывается общество, фан-клуб и так далее, по изучению романа, туда немедленно выезжает человек из этого института, регистрирует, составляет программу, то есть, чтобы была связь с теми, кто изучает роман. Таким образом, ну, изучение его продвигается, можно сказать, большими шагами, потому что вся информация централизованная. И к тому же до создания института издания различные, издания выпускали свет не систематически и в довольно небольших количествах. И поэтому не всегда доходили до читателя. Потом институт наладил этот процесс. И помимо теоретических изысканий он много занимается практической деятельностью. Ну, связанной с историческим фоном, на котором создавался роман. Например, под руководством главы этого института были обследованы семейные кладбища семьи Цао. Одно находится в провинции Раунин, это северо-восток Китая. И два на севере современной провинции Хэвэй, а также на западе, на западе от Пекина. И на основании найденных записей составлена подробная генеалогия семьи Цао, ну, обрывается она на самом Цао Цио. И также исследователями было найдено поместье к северо-западу от Пекина. Это территория современного ботанического сада в Пекине. Там обнаружены не только сам дом, где жил Цао, но и автограф на стене в виде стихотворных записей. вот справа на стене под слоем побелки стихотворной записи. Сейчас в этом доме находится музей, ну, то есть музей-квартира, будем считать, обстановка какая была в те времена в традиционном доме. Извините, немножечко испортилась фотография. Также в этом месте проводятся мероприятия, посвященные красным телем, различные представления, конференции и так далее. Так, ну, про науку поговорили, еще поговорим про экранизации постановки. В 20 веке, ну, наиболее известной постановкой, наверное, можно считать шаосинскую оперу, которая в 63-м году была экранизирована шанхайским телевидением, потом и гонконгским телевидением. А также, ну, снято несколько фильмов. Ну, самое интересное, наверное, представляют из себя сериалы. Первый был снят в 1987 году. Это вот фотография, которую я вам демонстрировала, большинство, как раз, из этого сериала. Герои специально для съемок сериала был воссоздан по описанию и в романе сад роскошных зрелищ. Это такой огромный парк китайский, традиционного типа. Вот он вот так выглядит красиво. Там воссозданы павильоны, дома, дворики, где жили главные герои произведения. сады. вот это вход в дворе, где жила девушка, которая любит поплакать, не дают. Также в этих домиках устроена экспозиция из восковых фигур. То есть главные герои романа, такие вот восковые, они изображают сцены, тельные сцены из романа. Здесь вы можете видеть бабушку как раз. Бао Юя. Здесь вот тоже. И когда для съемок камня, нужно было снимать аллегорический пролог, правильно? Для съемок камня использовался вот этот вот небольшой камешек в горах Паншань, ближе к югу Китая. находится. Это так они себе представляют тот волшебный камень. Создатели сериала. У меня все. И вторая версия сериала была снята в 2010 году. Китайцы я спрашивала, готовилась к лекции, какая вам больше нравится. Ну мне молодые в основном с молодыми общалась. Не всем нравится этот роман, не все смотрели обе экранизации, но все знают, что экранизация 1987 года это классика. Ну в общем, они ее больше уважают. так. А на съемок второго сериала использовали шанхайский сад роскошно-зрелищ. То есть вот такая же красивая вещь еще сооружена под Шанхаем в начале 90-х. в 1991 году он был закончен. Фотографии, к сожалению, не смогла распечатать. Он тоже красивый. Находится, правда, далековато от города в 65 километрах. Но оба сада открыты для посещения. Там очень красиво. Так и наверное у меня все есть у вас какие-то вопросы? Можно перевести имена с китайского народа? Вы говорили, что они очень символичные и много что могут сказать. Ну хотя об основных героев которые Главные герои да Дья Бао Юй У тебя фамилия Бао Юй Драгоценная Яшма Све Бао Чай это вот девушка на которой его женили Бао Чай драгоценная шпилька. Еще один важный момент то что она носила на шее золотой замочек. и ну оба Юй носил яшму и одно из названий кстати говоря романа я не договорила одно из названий романа Судьба золота и яшма и то есть оно как бы намекает что главные герои уже которые заведомо соединены судьбой это Бао Юй и Бао Чай так Линь Тай Юй Линь Тай Юй в ее имени тоже присутствует слово яшма как у Бао Юй поэтому тоже соответственно они соединены с судьбой можно считать вот такие имена вот такие имена мне понравилось с самого начала как я начала читать мне показалось что он очень такой глубокий психологичный и до этого я не читала ни одного романа китайского чтобы настолько живо изображал героев по их чувству он переведен на русский? да переведен и перелист он в 95 по-моему а какой он объем занимает постраничный так примерно плюс-минус сто вот так я можно я пальчиками покажу да в общем если три тома то они вот такая книжка одна очень впечатляет а сколько по времени заняло у вас что именно чтение чтение в первый раз например я не помню ну не знаю месяца два наверное в оригинале в оригинале я не дочитала не читала но не было времени до конца до читать а не помните в чем переводе вот русский а? чей перевод русский а? понасюк понасюк да он издавался в 50-х и потом его переиздали в 95-м там исправили немножко имена в соответствии с новыми правилами он был переведен только что вот буквально недавно там в терроризме вышло новое издание там два вот таких вот красных томов здоровенных и он правда стоит очень больших денег ну там по-моему переиздание путешествие на запад тоже по-моему не дешевое ну да все в смысле сейчас все эти романы переиздали и они довольно дорогие по-моему 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 соответственно идут дальше семи будды ну все понятно а в красной теме вы просто сказали что там изображена компенсация семья а легенды по-моему как это пригласили даотских монахов в следующей сцене они уже буддийских монахов пригласили то есть они не особо их разделяют по поводу по поводу высмеивания ну все таки там немаловажную роль играют хотя скорее более в аллегорическом плане два монаха буддийские и даотские которые собственно знакомятся с этим камнем в первой голове и и один из них делает даже на нем надпись представляет собой запись жизни ну земной жизни вот этого камня то есть в образе потом даотский монах по имени кун-кун находит этот камень с этими записями прочитал и говорит послушай а где же указание на династии на что это за описание где нету таких вот подробностей где указание на праведных сыновей и так далее то есть у них завязывается даже можно сказать литературный спор и 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 это Вот это касается не религии, а светских дел, то есть там послушание государю, вот такие темы, как быть, как быть хорошим чиновником. То есть в целом это лирический роман на пару тысяч краев? Ну, он намного глубже, чем лирический роман, там есть любовная линия, да, но там все время, как бы, имеет два слоя, да, один, вот это земная жизнь, другая, это сфера грез. Вот куда попадает Вао Юй в пятой главе во сне, он туда попадает, да, находит эти книги с предсказаниями, там же живут вот эти феи бессмертные, и это мир иллюзий, можно считать. И вот эти два мира, они, можно сказать, все время, ну, соприкасаются друг с другом. И вот этот философский подтекст, его, конечно, нужно очень отдельно, подробно изучать. Вот так. Открытие же одна функция от тезки Голфанкера до Голу Бау Юй, с какого он был сегодня сам? Ээээ... Джейн Бау Юй? Угу. Ээээ... ну, в этом... В колонической версии... Какая функция, да, вы понимаете? Ээээ... Ну, я думаю, что, все-таки, там же, когда они встречаются, да, Бау Юй, общается с этим Джейн Бау Юйем, и выясняет, что Джейн Бау Юй ближе вот эта земная карьера чиновничья, и Бау Юй разочаровывается. Ну, в общем-то, можно сказать, это Джейн Бау Юй, зеркальное отражение Бау Юй, да, ну, такое, земное зеркальное отражение. Приземленное. Да, приземленное. Еще у Лео Синьву, вот, как раз в продолжение очень интересный был момент, Бау Юй тоже ушел в монахи, по его версии, да, встретил этого Джейн Бау Юя, который возвращается уже из монастыря, и говорит ему, да не ходи, нечего тебе там делать, ты разочаруешься. Ну, Бау Юй не послушался и пошел, и действительно разочаровался, то есть там такая же земная жизнь, как и внизу, откуда он пришел, и он разочаровался и вернулся домой. То есть вот такой вот уход в монахи, но не окончательный. Вот. Вот. Очень сложно человеку, незнакомому с китайской традиционной культурой все это воспринимать на слух. Я так, например, все время к стандарту почему-то вспоминаю, начиная вот от этих от мира грез, заканчивая тем, что он пошел, не дошел и вернулся. Угу. 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 Да, интересно. Интересный момент. Угу. Угу. В общем, вот очень далекие культуры, к сожалению, вечно у меня знаний о китайской культуре очень мало. Угу. Угу. Ну, кстати, вот этот роман «Сон в красном тереме», если брать его не философскую составляющую, да, именно писательную, то его называют энциклопедией китайской жизни, потому что там очень-очень много описано этих традиционных… бытовых жанров? Ну, да. Вот традиционных таких обычаев, как они встречают отельные праздники, как происходят похороны. Еще один момент, кстати, интересный. Речь идет, скорее всего, о маньчжурской семье, а не о китайской. И тут тоже отдельные дискуссии ведутся. Так, о чем мы сейчас говорили? О том, что… В элементах быта. Да, в элементах быта. То есть, вот будет именно маньчжурская аристократическая семьи, приближенная к императору. И еще дискуссии ведутся по поводу пинтования ног. Я вот Джанна Бинкс прочитала. То есть, было ли тогда уже или не было еще? Нет. Ну, почему-то вот исследователям очень интересно, были ли забинтованы ноги у девушек из семьи Диа. И многие считают, что не были, потому что вот рукописи, их же много вариантов, да, рукописи, переделанных, переписанных кем-то, исправленных. В одной рукописи она обратила внимание, что там вообще вот эти упоминания про бинтование ног, они убраны, стерты совсем. То есть, человек, который это переписывал, не хотел, чтобы у читателя создавалось впечатление, будто речь идет о маньчжурской семье. Он это все старательно потер. Вот. Например, там, в одной из версий, ну, девушка, да, служанка, встала, пошла играть с стальными служанками. В другой версии, где не так сильно потерли, она встала, надела ночные туфли и пошла играть с служанками. Ночные туфли носили только те, у кого были заведованы ноги. Вот. И интересно, с какой целью, действительно, это все подчищалось. А ноги пинтовали только в маньчжурской традиции? Нет, в китайской. А, в смысле, я не знаю. Да. Значит, довольно старые, обычно. Да. 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 Не, ну, не при маньчжурок он был, введен, конечно. Дома. До маньчжурок. И пинтовали практически до 20 века, вроде. В начале 20 века еще были. Да. Были такие вещи. Да. 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 А можно как раз сопоставить этот роман с более традиционной, да, европейской традицией, семейной сагой? Угу. Каковы ли основные принципиальные отличия? Принципиальные отличия? Так. Сейчас. Недавно как раз об этом думала. Ну, принципиальные сходства. Давайте сначала выделим какие. Что действие происходит в какой-то переломный исторический период. Семья со временем скудеет, разоряется. Обязательно какой-то конфликт между старшим и младшим поколением. Отличие, пожалуй, именно в временном плане. Потому что никаких внешних признаков, которые могли бы нам сказать, в какую эпоху происходит действие, наш автор китайский не указывает. Никаких точных дат не дает. И все действие, ну, то есть хронология действия отмечается каким образом? Когда такому-то герою исполнилось столько-то лет, у вас такой-то праздник они сделали то-то, а на следующий день они пошли туда-то. Вот такая хронология. И во-вторых, никаких связей с внешним миром нет. То есть все действие происходит в замкнутом пространстве на территории, на территории вот этого, на территории дворцов, на территории сада. И можно считать, что это китайский, идеал китайской традиционной семьи. Вся жизнь протекает внутри, внутри территории домашней, не выходит наружу. Во-первых. Во-вторых, в равноправии мужчин и женщин, такой вопрос, считается, что в семье главный мужчина, он все вопросы решает, но на самом деле, по факту, мужчина в основном выполняет функцию связи дома с внешней средой. Вот у нас мужчины из романа «Сон в красном тереме» ходят на работу, они слушают чиновниками, приносят снаружи оттуда какие-то вести. А в семье фактически заправляют женщины. Вот эта вот старушка, да, матушка тебя. А потом там есть такая интересная героиня Фенте. Она очень молодая, но такая сметливая, хитрая, очень умная. Она управляется со всеми делами дома, все хозяйство в ее руках, и она поэтому находит способы для финансовых махинаций, чтобы ее семья немножечко обогатилась. Это стало потом одной из причин, в общем-то, разорения семьи. То есть женщины в китайской семье тоже, тоже можно считать, что у них была своя иерархия. Те, кто постарше на иерархической лестнице, в их руках было все, в том числе судьбы тех героев, тех членов семьи, которые ниже ранга. Ну, среди них тоже. То есть не только мужчины были угнетателями, да, но и женщины. Такой домашний матриарх. Есть такое. И еще один момент. В китайской семье имеется система конкубината, да, это что значит, что помимо жены еще могли быть наложницы, количество наложниц ограничивалось только финансовыми средствами семьи. И в разорении семьи китайской часто тоже играло количество, играло роль количество наложниц. У наложницы же свои какие-то родственники есть. Им тоже хочется обогатиться за счет семьи богатой, где их родственница находится. И, в общем-то, у семьи становилось слишком много прихлебателей. Вот так вот. То есть, простите, я прослушал, а чем заканчивается весь этот роман, если вы говорите, что дом как бы пал в социальном плане? Да. Семья разоряется. Пал Юй уходит, не продолжает род, уходит в монахи. А остальные остаются вести тяжелую, надо сказать, нищенскую жизнь. то есть, где жить, у них, может быть, жилье-то и есть, но жить все равно тяжело. Ну что, вопросов больше нет, будем заканчивать? Да. Да. Только спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ